здравствуйте дорогие друзья подписчики и случайные зрители многие из вас уже знают что канал скалярики затеял хорошее дело под названием стоп хим серия видео посвященное борьбе с водорослями в аквариуме без использования какой бы то ни было химии мне довелось поучаствовать в этом проекте и тема которую я сейчас подробно разберу по полочкам бурые водоросли в аквариуме вообще под названием бурые водоросли скрывается сразу два вида водорослей морские бурые водоросли мы употребляем в пищу например морская капуста так вот речь пойдет не о ней а той водоросли которая относится к отделу диатомовых водорослей и которая покрывает темно-бурым налетом все поверхности в аквариуме это в первую очередь грунт гроты оборудование и даже аквариумные растения конечно эта водоросль вредна не только потому что некрасиво смотрится ее вред намного больше чем может показаться на первый взгляд бурый налет на аквариумных растениях влияет на фотосинтез этот естественный процесс для растения замедляется и со временем растение погибает фотосинтез для растения то же самое что для нас дыхание многие из вас знают что такое черная борода для тех кто еще с ней не сталкивался скажу это водоросль с которой бороться очень сложно более того многие любители аквариумисты избавиться от черной бороды полностью не могут к чему я вообще о бороде дело в том что бурые водоросли являются предвестниками этой самой бороды так как служат своеобразным субстратом на котором в дальнейшем и появляется та самая борода то есть если вы не хотите избавляться от бурого налета и вас все устраивает готовьтесь к еще более сложным проблемам к счастью на жизнь аквариумных обитателей бурые водоросли сами по себе никак не влияют я говорю сейчас не только про рыб но и про улиток креветок и раков вообще думаю все аквариумисты встречались с бурыми водорослими тут дело даже не в опыте и не в стаже в мире аквариумистики просто причин появления настолько много что и дня не хватит о всех нюансах рассказать хотя самые основные моменты должен знать каждый но самое главное на мой взгляд это не запускать проблему чем раньше заняться уничтожением бурых водорослей тем проще от них избавиться помните если бурые водоросли появились в аквариуме и ничего не предпринимать через 10 дней они могут покрыть все поверхности в аквариуме избавиться полностью от бурых водорослей быстро не получиться обычно это занимает около месяца а иногда и больше что ж настало время рассмотреть причины появления бурых водорослей первая причина неверное расположение аквариума в комнате падение прямых солнечных лучей вторая причина режим освещения если световой день более 12 часов в сутки велика вероятность вспышки следующая причина редкие подмены воды особенно это касается аквариумов до 100 литров обязательно раз в неделю делайте подмену четвертое перенаселение аквариума обратите внимание что на каждый сантиметр рыбки вместе с хвостом должен быть минимум 1 литр воды то есть если рыбка 3 сантиметра то из свободного пространства в аквариуме должно быть минимум 3 литра а для некоторых видов рыб например для золотых 2 литра на сантиметр пятая причина и пожалуй часто встречающиеся это перекорм если рыбки поели а корм остался его необходимо убирать сразу если оставите до завтра то встретите бурые водоросли шестая причина чистка аквариума сифоном подмена воды чистка стекла и прочее не заменит уборку сифоном с помощью сифона можно убрать все отходы из грунта седьмая причина это фильтрация воды очень важно чтобы фильтр соответствовал объему помимо этого обязательно регулярно подчищайте и промывайте фильтр самые простые варианты появления бурых водорослей мы рассмотрели дальше будет немного сложнее но интереснее восьмая причина температура воды диатомовые водоросли чаще встречаются в аквариумах где температура воды не более 20 градусов еще один нюанс бурые водоросли хорошо себя чувствуют слабо насыщенной кислородом воде это чаще всего случается у начинающих аквариумистов которые завели себе в качестве первой рыбки петушка и продавец в магазине сказал что компрессор совершенно не нужен часто бывает и так что в давно устоявшемся аквариуме в котором все делается правильно лишнего корма не остается регулярная уборка подмена вдруг появились бурые водоросли это уже десятая причина лампы у лимисцентных аквариумных ламп срок службы один год хотя большинство людей считает что лампа приходит негодность только тогда когда перегорит если бурые вылезли пора менять лампы ну а если аквариумист знает что лампы необходимо раз в год менять и решила сделать это его может ждать еще одна неожиданность 11 причина лампы меняются не сразу все а постепенно сменили одну через месяц вторую конечно это больше касается аквариумов с растениями так как растения должны привыкнуть новому свету но на растениях остановлюсь позже еще одна причина это удобрение многие аквариумисты которые содержат живые растения в аквариумах периодически их подкармливают различными удобрениями не забывайте следовать инструкциям если удобрение внесли больше чем требуется это не значит что растением будет еще лучше а вот спровоцировать бурые водоросли такими действиями можно легко 13 причина появления бурого налета это сбой устоявшейся биологии в аквариуме во время лечения рыб при использовании различных кондиционеров и прочего думаю на этом основные причины мы рассматривать закончим немного поговорим о запуске аквариума на самом деле это может показаться странным но есть огромная разница между появлением бурого налета в старом аквариуме и в аквариуме который запущен недавно в новых аквариумах достаточно долго устанавливается биология или тут еще можно так сказать нестабильный азотный цикл о котором мы не раз говорили в других видео в аквариуме зарождаются жизни появляются бактерии которые перерабатывают органику и прочее и в этот период конечно появляются водоросли в том числе и бурые тут еще стоит сказать про освещение многие начитаются умных советов насмотрится блогеров аквариумистов таких как я который говорит что световой день должен быть 10 12 часов но когда аквариум запускается световой день должен подгоняться до 12 часов сначала свет включает на пару часов потом на 3 дальше на 4 и так далее и даже если все указанные мной моменты соблюдать еще не факт что аквариуме не появится бурый налет но даже если он и появился опускать руки нельзя придерживайтесь своего графика уборки где есть возможность оттереть губкой оттирайте губкой если что-то и останется не так страшно ведь аквариум только запустился и пройдет время установится азотный цикл начнется рост растений и бурый налет исчезнет другое дело отпуск думаю многие меня поймут уезжает аквариумист отдыхать на 30 дней оставляет аквариум на тетю брата друга не важно кого меняется любой устоявшийся режим это может быть не только свет но и подмена воды внесение удобрений или что-то еще и это также может спровоцировать появление бурых водорослей и к приезду аквариумиста домой его будет ждать сюрприз даже если за аквариум ухаживали не хуже чем сам хозяин более того даже если за аквариум стали ухаживать лучше чем ухаживали до этого бурые водоросли также могут появиться вот такая друзья это интересная диатомовая водоросль соответственно если это случилось нужно немного поработать в первую очередь это подмена воды ее необходимо увеличить хотя бы до двух раз в неделю помимо этого вручную удалить везде где только можно что бурый налет не наслаивался иначе он станет черным и удалять его будет намного сложнее по возможности достать растение и промыть под водой удобрение первое время лучше вообще не вносить кроме пожалуй калия обязательно помните о свете свет очень любит водоросль можно попробовать поиграть со светом например включить выключить свет раз в час или вовсе сократить световой день в аквариуме но конечно тут еще многое будет зависеть от растений ну и напоследок думаю важно сказать что есть аквариумные жители которые поедают водоросли и бурые водоросли не исключение например улитки креветки и некоторые виды рыб например севилья гиринохейлосы молодые парчевые самы есть даже рыбки которые так и называются водоросли еды это лишь малая часть всех тех кто полакомится бурым налетом помните о том что в аквариуме живут либо водоросли либо растения если в аквариуме много растений то много бурых водорослей точно не будет а то что и появится сидят вышеперечисленные аквариумные жители все вышесказанное это борьба с бурыми водорослями без использования химии а на будущее добавлю что большинство различных химических средств не избавляют аквариум от диатомовых водорослей чаще наоборот нарушает устоявшиеся биологические процессы в аквариуме благодаря чему бурва налета становится еще больше на этом мой стоп хим подошел концу спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых выпусках на канале пар а а а